Всем привет, с вами Александр и сегодня мы рассмотрим Samsung Galaxy Trend Duos. Это в принципе точно такой же телефон по своим характеристикам, как Samsung Galaxy Trend, но с двумя сим-картами. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что в комплектации. В комплектации идет сам смартфон. Далее аккумулятор, который уже находится сейчас на данном смартфоне. Краткое руководство пользователя. Далее USB зарядка. И кабель USB-MicroUSB для подключения к компьютеру. Все, больше ничего нет. Это мы отложим. И перейдем непосредственно к обзору самого смартфона. Сам смартфон представлен в белом цвете. Есть также еще в черном и в красном. На передней панели мы видим динамик. Две клавиши и центральная клавиша механическая. С правой стороны кнопка включения и выключения, а также блокировки клавиатуры. Сверху разъем 3,5 мм для наушников. Слева качелька громкости. Снизу microUSB разъем для подключения к компьютеру и зарядке. И микрофон. Сзади крышка. Крышка выполнена из глянцевого пластика. Поэтому на белом пластике оставляются отпечатки пальцев незаметные. Хотя они есть. На черном, конечно, будет очень сильно заметно. Вот, давайте же откроем. Здесь мы видим 3-х мегапиксельную камеру и динамик. Давайте откроем саму крышечку. Значит, под крышкой слот для карты памяти microSD до 64 гигабайт. Аккумулятор на 1500 мАч. И под аккумулятором два слота для стандартных сим-карточек. Сам по себе, как мы видим, экран достаточно пачкается очень быстро. Поэтому я бы рекомендовал все-таки сразу же вместе с телефоном приобретать и защитную пленку. Посмотрим на программное обеспечение. Значит, телефон можно разблокировать, проведя пальцем в любой части экрана. Далее мы здесь видим 3 рабочих стола, которые циклически прокручиваются в приложениях. Также отдельно приложения, отдельно биджеты. Зайдем в Antutu Benchmark и посмотрим результаты тестов. Что говорит нам Antutu? Операционная система Android 4.2 Модель процессора Cortex-A9 Разрешение дисплея 480 на 800 Диагональ 4 дюйма Память устройства доступна 2,5 гигабайта, всего 4 гигабайта Оперативная память доступна 460 мегабайт, всего 512 Процессор одноядерный Графический процессор VideoCore 4 Плотность пикселей 240 точек на дюйм Далее Из датчиков есть только датчик приближения, остальных нету. Фронтальной камеры также нет. В принципе, 6740 очков это достаточно неплохо для модели такой категории, тем более Samsung Galaxy Trend является одним из самых бюджетных Samsung'ов. Давайте с вами зайдем в камеру, посмотрим, каким образом снимает камера. Как мы видим, точечной фокусировки здесь нету. Попробуем сделать тестовый снимок. Ну, что сказать. Я бы сказал, камера для 3 мегапикселей достаточно неплохое качество дает. То есть, какие-то моменты запечатлять на ней очень-очень даже можно. Далее зайдем в Google Chrome. Он здесь, этот браузер встроенный. И попробуем, смотрим, как удобно серфить сайты. Просматривать видео. Как он подгружает тяжелые сайты. К uCrew. Переходим. Сайт нашего интернет-магазина. Загружается все достаточно быстро. Как мы видим, он сайт полностью адаптирует под размер экрана. Двойного касания слушается нормально. Единственное, что чуть-чуть подтормаживает. Ну, совсем чуть-чуть. А вот Samsung Galaxy Trend. Попытаемся перейти сюда. Ну, достаточно все. Что, подвис что ли? А, нет. Страничку не загрузил просто-напросто. Ну, как мы видим, что действительно он и текст быстро располагает при двойном нажатии. Все-таки 4 дюйма. Экран не очень большой, однако... Для того, чтобы прокрутить на предыдущую страницу, по-моему, надо нажать... Да, действительно надо нажать на вот эту кнопочку. Давайте вот зайдем еще на одну страничку. На страничку Samsung Galaxy S4 Mini. Посмотрим, каким образом он воспроизводит видео с YouTube. Насколько качественный звук, насколько громкий. И насколько удобно эти видео смотреть. Сделаем звук максимальным. Здравствуйте. Сегодня хочу предложить Вашу... Внимание, обзор смартфона от компании Samsung. Samsung Galaxy S4 Mini. Данная модель называется GTI-91-90. В фиолетовом цвете. Давайте посмотрим на его комплектацию. Ну, динамик тут слабоват. А хотя нет. Кратко руководство пользуется для карантина талон. Ну, что сказать, достаточно неудобно. Он при загрузке видео телефон начинает подтормаживать. Поэтому все-таки с сайтов пока прогружается. Поэтому все-таки мне кажется, что для просмотра видео на YouTube здесь лучше пользоваться непосредственно приложением. YouTube-овским специальным. Видите, подтормаживает, чуть-чуть подглючивает. Тем более, это приложение, оно здесь встроенное уже. Нареканий к громкости динамиков у меня нет. В целом хочется сказать, что данный смартфончик создан для тех, кто хочет себе приобрести фирменную брендовую модель, но не хочет тратить на нее большое количество денег. Потому что, в принципе, действительно, китайские те же производители Fly или Nova, X-Play за те же деньги можно купить последний смартфон. Потому что в этом смартфоне нет ни камеры фронтальной. Тыловая камера достаточно слабенькая. Однако, с другой стороны, это окупается тем, что заявленные требования будут работать, скажем так, на полную мощность. Что если здесь есть процессор одноядерный с тактовой частотой 1 ГГц, он будет работать как одноядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц. А не как в тех же, в некоторых китайских телефонах. Сказано, два ядра по 2 ГГц, предположим, работает оно хуже, чем тот же одноядерник. Ну и, помимо прочего, конечно, долговечность, качество и так далее. Вот такой вот, с одной стороны, простенький, с другой стороны, интересный. Смартфончик от компании Samsung. Еще раз повторюсь, выполнен в трех цветовых решениях. В белом, черном и красном. Поэтому, каждый может подобрать себе тот цвет, который ему больше всего нравится. Что еще сказать? Габариты. Об этом я, по-моему, не сказал. Значит, размеры он в длину 121 миллиметр, в ширину 63 миллиметра и толщина у него чуть больше сантиметра, а именно 10-85 миллиметров. Интерфейс у него здесь есть Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Bluetooth. Также спутниковая навигация. Спутниковая навигация здесь не только GPS есть, а и GLONASS. Для тех, кто этим пользуется, то мне кажется, что это один из самых бюджетных смартфонов, который поддерживает GLONASS. Думаю, интересно будет. Экран, тип экрана, я, по-моему, еще не говорил. Это цветной TFT на 16,78 миллионов цветов. Заявленное время работы в режиме ожидания до 350 часов. Время работы в режиме прослушивания музыки 42 часа. Но это заявленное. В принципе, по идее, оно будет гораздо меньше. Вот. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вопросы задавайте в комментариях. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok